За несколько минут бесформенный кусок глины в руках мастера превращается в изысканный кувшин. Григорий Красильников, рязанский художник-керамист, посвятил гончарному делу всю свою жизнь. Как рассказал мастер, принимаясь за работу, он никогда не знает, что у него получится. Глина сама подсказывает, что будет в итоге – прекрасный цветочный горшок или изысканная ваза. Просто тренировка. Абсолютно здесь не надо ни силы, ни особых умений. Это тренировка и все. К слову, попробовать себя в роли гончара мог каждый желающий, кто в этот день посетил многофункциональный комплекс «Город мастеров» на границе Рязанской и Московской областей. Для гостей был организован мастер-класс, и первыми, кто примерил фартук мастера и взял в руки глину, стали юные жители региона. Полученную подделку посетители могли забрать с собой абсолютно бесплатно. Такой сюрприз посетителям города мастеров пришелся по душе. И спустя несколько минут желающих сесть за гончарный круг было уже очень много. Но не только это привлекло внимание горожан. По соседству расположились рязанские и рыбновские мастерицы. Они удивили всех своим талантом. Так как в городе мастеров представлены основные ремесла Рязанской области, мы решили провести здесь выставку-ярмарку, на которой ремесленники Рязани и Рыбнова смогли представить свои изделия, которые они делают собственными руками. Здесь у нас есть и в первую очередь это гончары, так как он тематический, это нам здесь очень хорошо подходит. И различные ремесленники, которые делают украшения, ювелирные изделия, куклы, все своими руками. Елена Гонтаренко, член Союза художников России, приехала в город мастеров со своими подделками. На изготовление одной такой лисы у нее уходит около часа. Я захватила с собой свои текстильные игрушки, которыми я очень люблю заниматься. Они мне очень симпатичные. Привезла их сюда, на эту ярмарку, с надеждой, что мои игрушки понравятся, найдут свой новый дом. Мне кажется, это прекрасное место, город такой мастеров, площадка, где можно реализовать все свои творческие замыслы, найти людей, которые заинтересованы в твоем творчестве. А также пообщаться с коллегами по цеху, найти общие какие-то интересы. В экспозиции представила свои работы Ирина Медведева. Более 10 лет она изготавливает народные куклы. Какие-то из них служат для украшения дома, какие-то считаются сувенирными, а какие-то выполняют свое прямое назначение. В город мастеров я привезла народные русские куклы. Куклы раньше делились на обрядовые, игровые и обережные. У меня есть и игровые, и обрядовые, и обережные. Вот, например, кукла Крупиничка. Издавна, когда приходила пора нового урожая, такую куклу набивали крупой и ставили в красный угол. Дополняли картину мастерицы, которые представили украшения из бисера, глины, ниток. Идея принять участие в этой выставке-ярмарке показалась им очень заманчивой. Ведь именно в городе мастеров собраны самые старинные народные промыслы. Я очень хочу, чтобы у нас в городе Рязани был такой центр, где можно, настоящие мастера приходили, выставляли все свои идеальные, красивые вещи. А другие люди приезжали, приходили, покупали и славили нашу Рязанскую область. Потому что в Рязанской области очень много хороших мастеров. И у нас у всех, у мастеров золотые руки. Ну, вообще это положительные эмоции. Будем развиваться. Зачем нам Запад? У нас все свое. Подобная выставка-ярмарка и мастер-класс проводятся в комплексе впервые. Но организаторы заверили, что у рязанцев и гостей города еще будет возможность посетить подобное мероприятие. Подобные ярмарки мастеров мы планируем проводить периодически. Так что если по каким-то причинам рязанцы или гости города не попали сегодня, то еще будет неоднократно шанс предоставиться. Посетители остались довольны. День проведен не зря. Заряда положительных эмоций, по их словам, хватит на всю предстоящую неделю. Да и просто стоит посетить комплексы. Здесь работает музей керамики, где можно узнать историю развития гончарного мастерства, приобрести украшения для сада и огорода, а также порадовать себя приобретением саженцев, цветов и кустарников.